К другим темам. Жители одного из городских дворов в недоумении. Мусорные контейнеры постоянно переполнены, да еще и заблокированы огромной лужей, которая там существует практически 9 месяцев в году. Мешки с бытовыми отходами люди вынуждены бросать прямо на землю. В итоге двор превратился в помойку, рядом с которой и детская площадка, и окна квартир. Местные жители, замученные неприятным видом, добиться, правда, не смогли. Зато это получилось у моего коллеги Олега Хатанзейского. Вот так вот мы и живем. Ящики постоянно переполнены вокруг лужи. И ящикам не подойти. Чтобы выбросить обычный мешок с отходами, человеку необходимо найти путь, который минует эту огромную лужу. Впрочем, назвать ее лужей даже язык не поворачивается. Скорее, настоящее болото, где плавает бытовой мусор, успевший изрядно подгнить. Жители двора уже успели понять, какую важную роль в их повседневной жизни играет обычная мусороводка. Всего за выходные чистый и уютный двор превратился в огромную помойку. В четыре небольших мусорных ящика свои отходы сбрасывают почти 300 семей, причем в среднем по два пакета в день. Теперь несложно догадаться, почему контейнеры так быстро переполняются. Кстати, интересный факт. Это единое жилое строение состоит из двух разных домов. Вот это вот Ваучейского 12. То, что подальше, Ваучейского 14. У каждого дома существует своя управляющая компания. Это можно понять по мусорным ящикам. Например, те, что справа, обслуживают по КТС. Они даже помечены. Те, что слева, базис сервис. Но, как правило, люди не выбирают управляющую компанию и бросают туда, где поближе. Поближе. Большой популярностью мусорные ящики пользуются и среди жильцов Ваучейского 10. Хотя у этого дома существуют свои отдельные контейнеры. Но, чтобы до них добраться, нужно пройти за строение. Это долго и неудобно. Поэтому люди выбрали самый легкий путь. Они предпочитают выбрасывать отходы в ящики, что поближе. Изобилие отходов тут же привлекло бородячих собак, которые своим внешним видом стали наводить ужас на местных жителей. И хотя коммунальщики отчасти не виноваты, они почти каждый день возят мусор. Даже вот только с его объемами не справляются по одной простой причине. На этих помойках много лишнего подброшенного хлама. Многие дома в Наринмаре и в поселке Скатель, и Наринмар, и Факел, они не имеют мусорных площадок. И жители хаотично ездят, из машин выходят, валят в чужие контейнеры. Это приводит к ускоренному переполнению этих контейнеров. И получается, что по факту транспортное предприятие вывозит одни объемы. То есть переполнение контейнеров связано с тем, с отсутствием этих контейнеров на ряде объектов в городе. В некотором понимании коммунальщики правы. На помойках действительно много лишнего мусора. Деньги жильцов собирают только за вывоз бытовых отходов, вроде пакетов из-под молока или картофельных очистков. А вот старый диван или поломанный унитаз, по идее, нужно вывозить за свой счет. Но этого почти никто не делает. Яркий пример – один из районов Старой Кармановки. Я уж ребятам говорила, вот с мастерской, я говорю, вы кучнее как-то складывайте, потому что пошло уже за сваю, куда дальше есть этот мусор. Так дело в том, что если у них копится мусор, то заказывают машину сразу, грудники… Так в том-то и дело, что они сами должны вывозить. То есть это не ваша задача вывозить, но этот мусор, который… Крупный габарит. Местные кивают в сторону ближайшей автомастерской. Предприниматели пользуются теми же помойками, что и простые жильцы. Они захламляют территорию грудами никому не нужного железа. Впрочем, вопросы у людей есть и самим коммунальщикам. А не то и дело, мусор ввозит только тот, который находится в контейнерах. Остальное, что валяется на земле, не собирают, хотя обязаны. Вот сегодня буквально приехали и даже взяли с собой человека, который вокруг мусор весь убирает. Что вот ни разу, честно говоря, ни разу не видела вот этого, чтобы убирали. Всегда контейнеры высыпят, и этот весь мусор рядышком остается. О том, что в городе существует проблема с вывозом мусора, никто не скрывает. Даже управляющие компании, которые это, собственно, делают. По их мнению, они связаны с тем, что контейнеры установлены нелогично. Где-то они есть, а где-то их вообще нет. Например, для этого двора решение вроде как уже нашли. Коммунальные службы направили письмо в мэрию. Властям они предложили ящики, которые постоянно окружены большой лужей, перенести за 10-й дом. Тогда и внешний вид двора улучшится, и новые места для машин появятся, и люди останутся в равных условиях. К тому же эти контейнеры установлены не по санитарным правилам. Между ними и ближайшими домами нет 20 метров. Размер площадки должен предусматривать не более 5 контейнеров. И расстояние от контейнеров до жилых зданий или детских площадок должно быть не менее 20 метров и не более 100. Сейчас управляющие компанией контейнера пустошили прилегающую территорию, убрали. Но от лужи коммунальщики не избавились. Здесь, как они говорят сами, выход один – перенос контейнера в другое место. Когда это произойдет, вопрос остается пока открытым. Тем временем во дворе появилась другая проблема. Под окнами домов уже который год красуется покореженная машина, которая в последнее время так полюбилась местной детворе. На фотографиях видно, как дети в ней играют. А это опасно для здоровья. А родители бьют тревогу. Вот только как избавиться от рухлити, никто не знает. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова